Старенький, тесный школьный спортзал. Хотя, если быть более точным, даже не зал, а хозяйственная пристройка. А занимаются здесь вольной борьбой все мальчишки-кубины. Именно этот вид спорта тут, как, впрочем, и по всей республике, самый любимый у местной детворы. Летом народа чуть поменьше. Кто-то уехал на море, кто-то в лагерь, кто-то еще куда. А в обычные дни в эту тесную комнатушку набивается до 60 человек. Разных возрастов, весовых категорий, умений и опыта. И выражение в тесноте, да не в обиде. К миру спорта, а еще и боевых единоборств, применимо разве что в шутку. Когда мы делали разные воровские, мы часто не успевали быстро всывать, и на нас кто-то пазал. Но уже несколько недель тренировки проходят с особым подъемом. Вот все упражнения окончены. Время растянуть напряженные, горячие мышцы. А после еще раз выглянуть с друзьями в окно. Туда, где на заднем дворе их школы возводят физкультурно-оздоровительный комплекс их мечты. В том зале было бы лучше, конечно, если бы... Во-первых, там будет два ковра, и, конечно же, большой зал будет привлекать больше людей. Намного больше людей, больше партнеров. Постоянно будешь с кем-то меняться. С одним партнером не будешь делать, не будет тесно. Я так считаю, что точно должна быть душевая, туалет, зал, естественно, тренажеры. Ну и, в принципе, это основное. Новые фоки в республике возводят на основе опыта томских строителей по уже имеющемуся проекту. Для республиканской казны это экономия средств на дизайне, которая, впрочем, никоим образом не отражается на качестве возводимого объекта. Прежде чем взять на образец именно этот проект, его проверяли, причем самыми разными способами. Это будет индивидуальный проект, ни на что не похожий. И, как ранее я уже сказал, он будет иметь интересную форму. Он будет иметь форму эллипса. Фасад здания будет стеклянный. То есть, я думаю, на территории республики такого сооружения, здания, объекта еще не было. Раздевалки с душевыми, кабинеты для медперсонала, тренеров и другие административные помещения. Все это найдет свое место в новом фоке. Стройка продвигается динамично, ведь объект возводится по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта. При выборе территории учитывалось социальное размещение других объектов социальных. То есть, рядом школа, детям можно будет прямо со школы приходить. То есть, на этой территории размещены наиболее социальные объекты этого населенного пункта. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундамента. Общая площадь нового фока около 900 квадратных метров. В здании будут универсальный игровой зал, тренажерный зал и зал для единоборств. Раздевалки с душевыми, кабинеты врача. Будет полностью оборудовано и после этого будет только сдача и ввод в эксплуатацию этого здания. То есть, в проектных решениях, в проекте, в смете, все эти вопросы, все нюансы учтены. Полностью будет готовый спортивный комплекс. После ввода в эксплуатацию можно будет детям заходить и заниматься сразу. Основным критерием развития физкультуры и спорта в Карачаево-Черкесии является показатель вовлеченности населения. И здесь республике есть чем гордиться. Если в 2011 году физической культурой и спортом постоянно занимались лишь 11% жителей региона, то сегодня уже около 35%. А это, в свою очередь, приносит больше побед в спортивную копилку республики. Кубина – сравнительно небольшой абазинский аул, расположенный в живописном уголке Карачаева-Черкесии. Но, как знать, может быть, буквально через пару лет, благодаря созданным здесь хорошим условиям для занятий спортом, именно отсюда выйдут новые олимпийские чемпионы по вольной борьбе.